МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения и ваша информационная программа Республика. С главными событиями четверга вас познакомят наши корреспонденты. Я Ольга Панова. Сегодня в выпуске. 637 компаний и 12 тысяч участников в Санкт-Петербурге проходят международный экономический форум. Эхо далекой войны. Наградные документы наследникам ветерана вручили спустя 72 года. Медицина – мое призвание. Династия Малоствовых лечит жителей села Яльчики более 120 лет. В Санкт-Петербурге продолжает работу Международный экономический форум. Ключевая тема повестки дня – поиск нового баланса в глобальной экономике. Северная столица в эти дни стала мировой инвестиционной площадкой. В экспоцентре работает и правительственная делегация Чувашии. Подробности у Дмитрия Ковалева. Международному экономическому форуму дали официальный старт. В экспоцентр Северной столицы приехали десятки тысяч гостей. Это только предварительные цифры. Каждый день здесь проходят сотни мероприятий в программе, деловые переговоры, круглые столы и подписание стратегических документов. На площадке экспоцентра, а это примерно 20 футбольных стадионов, развернулась выставка инноваций. Здесь и современные разработки для медицинской, строительной, аграрной отраслей и даже транспорт будущего. К примеру, это опытный образец электробуса. В его салоне нет привычного руля и коробки передач. Разработчики уверяют, что управлять машиной будущего возможно дистанционно при помощи специальной программы. Инвестиции в реализацию инноваторских проектов увеличиваются с каждым годом. Свои ноу-хау в экспоцентре представили более 700 компаний России. Организаторы ожидают, что будет побит рекорд прошлого года по подписанным контрактам. Руководители зарубежных стран, которые приехали на форум, заинтересованы в тесном диалоге и товарообмене. Я хотел бы подчеркнуть, что как особо важный тот факт, что Сербия одна из редких стран, которая подписала соглашение о свободной торговле как с Российской Федерацией, Белоруссией и Казахстаном, так и с Европейским Союзом, Турцией, государствами, членами ЭФТа и ЦЕФТа. Сам факт, что сегодня присутствуем на уже 21-м по очереди форуме, лучшим образом свидетельствует о важности, успехах и традициях этого мероприятия. Важную роль в расширении зарубежных связей отводят регионам. Глава республики отмечает, что Чувашия открыта для инвесторов. Наши предприниматели ориентированы на сегодняшний день на экспорт производимых товаров. Есть хорошие сделанные шаги, но нам предстоит еще сделать, развивая наши межгоризонтальные связи между субъектами Российской Федерации, объединяя наши лоббистские силы продавать продукции на экспорт. Это реально возможно. Подписывается соглашение о сотрудничестве по внедрению успешных практик магазинов верных решений между Агентством стратегических инициатив и Администрацией главы Чувашской Республики. Сегодня на полях форума региональные власти подписали солидный пакет документов. Чувашская сторона заключила соглашение о партнерстве с Федеральным агентством стратегических инициатив. Команда Агентства стратегических инициатив научила нас комплексно оценивать свои внутренние резервы, используя человеческий и интеллектуальный капитал. В ведомстве обобщают лучшие практики социально-экономического развития субъектов Федерации. Опыт Республики необходимо тиражировать, отмечает руководитель АСИ. Безусловно, в Чувашской Республике есть ряд лучших решений. И мы ждем уже в этом году, будет объявлен новый конкурс, ждем практик, безусловно, от Чувашской Республики. И еще одно соглашение. Глава Республики и губернатор Тюменской области поставили подписи в долгосрочном документе о партнерстве. В этот регион будут увеличены поставки электротехники. В Тюмени ее закупают нефтегазовые комплексы. Сотрудничество будет многопрофильным. Традиционно области, в которых мы обмениваемся, скажем, новшествами и достижениями, это, естественно, агропромышленный комплекс. Потому что и та, и та территория имеет достаточно большое количество людей, которые проживают в сельскохозяйственной зоне. Это тоже одно из направлений, в котором мы сотрудничаем. Ну и, конечно, нельзя сбрашивать со счетов как раз вот гуманитарное сотрудничество в области культуры. Михаил Игнатьев провел ряд деловых переговоров с руководителями крупных предприятий страны. Представители бизнеса называют Чувашию инвестиционно-привлекательным регионом. Какое место республика займет в национальном рейтинге, озвучат на полях форума. Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика из Санкт-Петербурга. Тяжелое финансовое положение. Забастовки. Задолженность по зарплате величиной в 60 миллионов рублей. Вот что в информационном потоке звучало про Чуваш автотранс последние несколько месяцев. Сейчас хорошая новость. Долги по зарплате погашены. Об этом сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Чуваши Владимир Иванов. Просроченная задолженность была сформирована к середине февраля месяца в размере около 65 миллионов. И по сути дела с этого времени, с середины февраля до середины мая, до конца мая сумма не увеличивалась. То есть сотрудники постоянно, периодически в течение вот этих месяцев какую-то сумму получали. Но, тем не менее, сумма 62 миллиона, это более чем трехмесячная задолженность по заработной плате, она скопилась. И она была закрыта единоразовым платежом буквально вчера. А в текущем плане в июне месяце будет до 15 числа закрыта зарплата за май месяц. По данным Минсельхоза Чувашии, на 31 мая в сельхозорганизациях и крупных крестьянско-фермерских хозяйствах яровыми культурами засеяно 200 тысяч гектаров. Это практически 97% плана. Картофель посажен на площади 6,5 тысяч гектаров и почти половина приходится на долю Батревского и Комсомольского районов. Больше, чем в прошлом году, посеяны сахарные свеклы, подсолнечника, назерно и рапса. Увеличение площадей связано с высокой доходностью технических культур. В хмеле, производящих хозяйствах, навешано 89 гектаров хмеля. Столько же, сколько и в прошлом году на эту дату. Одновременно проходятся работы по химической обработке посевов. В ближайшие три года Московская набережная в Чебоксарах полностью преобразится. Сегодня руководители столицы выясняли, как продвигается ее реконструкция. Реконструкция Московской набережной в Чебоксарах началась в августе прошлого года. На весь комплекс работ отводится три года. Благодаря эффективному взаимодействию правительства Республики, администрации города с Ростуризмом и с федерального бюджета выделены средства на реконструкцию Московской набережной. Проект разбит на четыре этапа. Первый этап мы начали в прошлом году. Сегодня эта территория благоустраивается. Последние элементы благоустройства будут установлены к 20 числам в виде красивых скамеек, красивых урн. Остальное все должно быть 6 июня. Кроме этого, к 6 июня оборудуют спуск к воде. На таких деревянных ступеньках-скамейках приятно просто посидеть, позагорать. Сегодня начали укладывать рулонный газон. На площади в 1200 квадратных метров появилась ровная зеленая травка. Здесь же вырастет детский городок со спортивной площадкой. Работы в самом разгаре. Укладывается брусчатка, устанавливается детская площадка, укладываются газоны. Скоро здесь появятся душевые кабины, кабины для переодевания. Но уже сейчас здесь есть фонтанчики с питьевой водой. Попробуем. Вкусная. Кстати, питьевым фонтанчикам уже очень рады велосипедисты и те, кто предпочитают передвигаться на самокатах и роликах. Довольны они и выделены специально для них дорогой. Вообще очень нравится. Я вообще всегда за спорт, чтобы люди спортом занимались. Мы катались раньше за границей. И вот прям вот, не знаю, там море было и побережье. Здесь вот я прям сравню, прям уровень такой же. Очень нравится. Территория набережной вообще видится столичной администрацией и проектировщиком спортивной зоной. Планов множество. Возле лестницы велопрокат. Мы планируем там поставить подростковые, детские, взрослые велосипеды, затем прицепы, самокаты, роликовые коньки, скейтборды, гироскутеры. Ниже по течению пляжа в 50 метрах мы планируем сделать пирс и поставить водномоторные средства, которые будут, помимо катания на батуте, осуществлять перевозку что-то типа речного такси. Дальше больше. Летом заработают кафе и ресторанчики. Преобразится и вход в подземный город. Боковые стены оформят барельефами, установят светильники, появятся новые удобные скамейки. Горожане таким изменением только рады. Когда вот прошлись, мы были очень приятно удивлены. Я действительно с каждым годом вижу изменения нашего города. И вот это такой подарок для жителей Чебоксара везде набережной. Полностью набережная должна преобразиться в 2019 году, 550-летию города Чебоксары. Галина Титарчук, Сергей Адушкин, Республика. В столице Чувашель это началось с открытия заволжских речных маршрутов. Трамвайчики снова начали курсировать в Сосновку и на пляж Левобережный. Кстати, билеты с прошлого года не подорожали. Более того, их цена остается неизменной уже в течение трех летних сезонов. Взрослые 65 рублей, детские 33 рубля. Провести багаж стоит 40 рублей. Речной порт обращает внимание пассажиров, что в дни массовых перевозок возможны отклонения от расписания движения речного транспорта. В случае малого числа пассажиров и ухудшения погодных условий, температуры ниже 20 градусов или дождя, рейсы Чебоксары-пляж Левобережный могут отмениться. В этом сезоне не планируются рейсы Козловка-Волжск. Причина – отсутствие средств на датирование речного порта. Теперь на Козловском берегу пристань обслуживаться не будет. А это значит, что туристические теплоходы, которые до последнего времени останавливались в живописном волжском городке, проплывут мимо. 1 июня – Всемирный день защиты детей всегда отмечали с размахом. Но в этом году погода внесла свои коррективы. Из-за дождя и штормового предупреждения была отменена традиционная зарядка со звездой на Красной площади. А вот праздник, придуманный юными журналистами нашей телекомпании, состоялся. Тему продолжит Мария Шоклева. Есть у него имя? Его зовут Миша. Миша? Миша! Это твой новый домик, отправляйся туда. Пушистые и не очень. Маленькие и просто огромные. Ребята городского детского медиа-центра «Куча мала» решили собрать вместе мягкие игрушки чебоксарцев и подарить им вторую жизнь. Акция «Куча игрушек» – это самый настоящий игрушка-обмен. Теперь любой желающий может оставить в специальном домике плюшевого зверька, которым уже не играет. Его заберет домой новый хозяин. Мне кажется, все маленькие дети захотят получить новые игрушки, тем более бесплатно. И не нужно будет ходить в магазин. Тем более, когда игрушка уже пожитая кем-то, намного интереснее играть, потому что видишь, что она была кому-то дорога. Зашитые уши, например, зашитый глаз. И всегда приятно такую игрушку носить с собой и разговаривать с ней. Все же понимают, что у некоторых детей нет денег на то, чтобы покупать игрушки. Им тоже хочется играть. И поэтому мне кажется, что все-таки игрушки будут приносить. В домиках-палатках собралась целая коллекция медведей и зайцев. Встречались и весьма редкие герои. У каждой игрушки здесь действительно своя история. Я сегодня принес детям игрушки. Игрушки вот такие вот. Это был мистер-карандаш и обезьянка-сердечко. Нет, их было не жалко, потому что и так у нас дома их очень много. И куда-то их надо девать. Я очень любил этого Мишку. Играл с ним. Даже иногда спал. Ну, однажды, когда мне папа подарил большую-большую машинку, я забыл про этого Мишку. И он мне стал, наверное, не нужен. Рекордсменкой праздника стала девочка Даша, которая принесла из дома 36 мягких игрушек. Я забрала немного игрушек у бабули, а в основном все игрушки у меня были. Все собранные игрушки уже завтра отправятся в парк Николаева и в Лакреевский лес. А вот музей истории трактора коробку с плюшевыми героями получил уже сегодня. Если вы не успели обменяться игрушками, имейте в виду, домики-палатки в парках и музеи будут работать все лето. И у нас лишь одно стремление быть полезным в своей стране. Быть полезным в своей стране. Мария Шоклева, Сергей Адушкин, Республика. День защиты детей отмечают и в таких взрослых организациях, как, например, Управление Федеральной налоговой службы по Чувашии. На этот раз уроков налоговой грамотности для ребят не проводили, просто устроили им праздник. Дети всегда остаются детьми. Для счастья им, как правило, многого и не нужно. Новая игрушка, добрый мультик, вкусная конфета. Но самое необходимое – внимание взрослых. Сотрудники налоговой службы по Чувашии – сами родители. И знают, как надо отмечать День защиты детей. На них присутствует свыше 200 детей сотрудников наших работников в возрасте от 4 до 11 лет. Мы подготовили для них праздничное мероприятие большое. Это и анимационная программа, и фестиваль рисунков под девизом «Дети цвета жизни», и показ мультфильмов, и развлекательная программа, и чаепития. Только в Управление Федеральной налоговой службы пришло около 30 ребят. Руководители УФНС присматриваются к ним и как к будущим сотрудникам. Но многие из них взрослеть не торопятся. Конечно, лучше быть ребенком, потому что не надо заботиться о ком-нибудь. Можно просто прийти после школы, сесть на диван и смотреть телевизор. В канун Дня защиты детей президент России объявил о новом социальном проекте – «Десятилетие детства». Это еще один повод задуматься о том, как живется ребятам в современном мире, и чем мы, взрослые, можем и должны им помочь. Татьяна Филатова, Мария Шоклева, Олег Якимов, Республика. Бесконечные скандалы, пьяные компании, драки и антисанитарии. В таких условиях растут дети, чьи родители постоянно пьют. В таких квартирах инспекторы по делам несовершеннолетних – частые гости. Об обратной стороне детства в репортаже наших коллег. В эту семью сотрудники полиции и представители общественного совета при МВД Республики наведались вовсе не для того, чтобы составить очередной протокол на родителей, а чтобы сообщить о выделении путевки в детский оздоровительный лагерь. Это раньше мать двоих детей почти не занималась их воспитанием, злоупотребляла спиртным и оставляла на попечении родственникам. Но сейчас женщина исправилась. Семья состоит с июля 2015 года на профилактическом учете за употребление спиртных напитков матерью. Сейчас в настоящее время мама встала на путь исправления, встала на учет на биржу, ходит, посещает курсы повара. Надеемся, что такая ситуация сохранится, семья у нас полностью исправится, и будем решать вопрос, а снять ее с профилактического учета. А в этом доме растут пятеро детей. Мама не злоупотребляет алкоголем, а вот отец частенько выпивает. В поле зрения полицейских эта семья попала, когда мужчина, сам будучи нетрезвым, напоил своих маленьких детей алкоголем, после чего их с отравлением доставили в больницу. Со слов многодетной матери, сейчас в Доме Мир. Под контролем инспекторов ПДН, которые здесь частые гости, глава семейства постепенно встает на путь исправления. Совместно с представителями всех субъектов профилактики инспектора по делам несовершеннолетних оказывают посильную социально-правовую помощь этим семьям, выделяют путевки несовершеннолетним в лагеря, либо какие-то другие учреждения, посещают по месту учебы, по месту жительства. К сожалению, не все родители встают на путь исправления. На сегодняшний день к уголовной ответственности по статье 156 Уголовного кодекса за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и обучению несовершеннолетних, связанное с жестоким с ними обращением, привлечено к уголовной ответственности пять родителей. Не просто посещают подопечных, а проверяют, все ли у них в порядке. Что дети едят, какую одежду носят, не бьют ли их родители. Порой инспекторы по делам несовершеннолетних единственные, кто может, а главное, хочет помочь детям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Необходимо отметить, что отлажено межведомственное взаимодействие, что ведется учет этих семьев не просто для галочки, а действительно инспекторы подразделения по делам несовершеннолетних вкладывают в свою душу, в свое сердце, для того, чтобы эти дети не оказались брошенными. Подобные рейды проводятся постоянно. Такая профилактика правонарушений и преступлений, оказание психологической помощи как родителям, так и детям, помогает некоторым семьям выйти из трудной жизненной ситуации. Уроженец Батыревского района Семен Макаров был настоящим героем. Участвовал в гражданской и советско-финской войнах. В Великую Отечественную дошел до Берлина, где в одном из боев был тяжело контужен. Так случилось, что заслуженную награду сам он так и не получил. Документы на орден Красной Звезды и родственникам фронтовика вручили в Республиканской военкомате через 72 года после Великой Победы. От имени Министерства обороны Российской Федерации уполномочен вручить вам этот орден. Получается удостоверение к награде. То есть это официальный документ, по которому он будет храниться у вас и передаваться в поколение в поколение, что ваш отец был награжден за мужество и героинство. Ксении Макаровой не было и года, когда отец ушел на фронт добровольцем. А после войны она так его и не увидела. Остались лишь добрые воспоминания мамы. В шестом классе я начала искать отца. Ходила все время, каждые три месяца в военкомат Баттерский. Хорошо принимали, конечно. Все время сказали, как появится, так и сообщим. Ну вот, я ждала до сих пор. Наконец этот долгожданный день наступил. Ксения Семеновна с волнением рассматривает наградные документы и торопится сказать слова благодарности сотрудникам военкомата. Они путем долгих переписок с архивами по крупицам собирали сведения много лет. Это тяжелый, но благодарный труд. Ведь они вернули родственникам их героя. Неоднократно был награжден орденами и медалями. Был контужен. Он был награжден за особые заслуги. Перед Советским Союзом в разгроме фашистской Германии орденом Красной Звезды. Эта награда была ему не вручена. Поэтому мы искали, по архивным данным нашли. Была большая надежда, что вместе с документами отца в военкомате или архиве найдется хотя бы одна его фотография. Везде куком ходила, но нигде не было. Хоть одним глазом карточку посмотреть. Даже карточки нет у меня. Сегодняшний день, конечно, очень тяжело. Хоть бы одним глазом посмотреть. Будем искать. Пообещали на прощание в военкомате. Родион Архипов, Александр Петров, Республика. Около 6 тысяч жителей республики получили компенсацию части затрат на проезд в общественном транспорте. Общая сумма за первый квартал превысила 2 миллиона рублей. Напомним, что с этого года изменился механизм предоставления льгот. Теперь сумма начисляется по факту проезда. Размер компенсации составляет 20% стоимости проездного билета, но не более 150 рублей. Компенсации перечислены на лицевые счета, открытые в кредитных организациях и через отделение почтовой связи. Для получения компенсации нужно обращаться в отдела социальной защиты населения по месту жительства. Династия врачей из села Яльчики лечит уже не одно поколение односельчан и жителей окрестных деревень. Общий трудовой стаж семьи Малоствовых более 120 лет. С теми, кто однажды произнес клятву Гиппократа и верен ей по сей день, встретилась Татьяна Раевская. Больничные палаты, коридоры, смотровые кабинеты – это то, что Любовь Малоствова видит с раннего утра и до позднего вечера. И так уже больше 45 лет. Заслуженный врач Чувашской республики терапевт с многолетним стажем Любовь Малоствова лечить людей мечтала с детства. Медицина для нее давно уже не профессия, а образ жизни. Мы советские врачи, как мы с Анатолием Фимовичем говорили, мы советские врачи. И у нас на первом плане, у нас воспитали так, что должна быть гуманность, сопереживание, сочувствие и желание помочь. Сейчас нам доступны многие методы обследования и многие методы лечения, тех, которых не было раньше. Что мы раньше раньше слышали, что такое томография. А сейчас это повседневные обследования, так ведь? Новые методы лечения. Федеральные центры открываются, межрайонные центры открываются, которые помогают нам в лечении, в диагностике. Здесь же, в Яльчевской районной больнице, работает ее супруг, врач-психиатр Анатолий Малоствов. Вот уже полвека он лечит людские души и передает свои знания коллегам. Мне нравится вообще сам человек с его проблемами, с его нуждами. И каждому, кто приходит, я говорю, что если есть рабочее место, это рабочее место надо все равно сохранять, работать и оставаться человеком. В свое время ему предлагали и должность министра здравоохранения, и другие руководящие места. Но Анатолий Ефимович не изменил своим принципам и ценностям. И остался здесь же, в Яльчиках, в родном селе. Это сегодня за спиной многолетний опыт, а началось все в далеком 1972 году. Вот эту 120-летнюю больницу я начал строить. Собирали у колхозов деньги по рублю с одного гектара. И я дома не бывал. Я уходил очень рано и приходил очень поздно. Вот это все выстроено за 7 лет. Вся новая больница – это при мне. Несмотря на то, что Чита Малоствовых работает в одной больнице, посидеть, поговорить абсолютно нет времени. А если удается встретиться в коридоре, разговор все о том же – о работе и пациентах. И судьба их дочери была предопределена. Татьяна Анатольевна Малоствова вот уже 20 с лишним лет заботится о здоровье будущих мам. Район у нас молодой, большой, расширяется, строятся новые дома. Поэтому молодежи и уже по 2-3 поколения рождаются в мою практику. Медицина – это мое призвание. Я люблю свою работу. Поэтому я выбрала именно профессию врача. Я люблю помогать людям. Это смысл моей жизни. Старшая Малоствова надеется, что их внуки тоже пойдут по их стопам. Главное, чтобы полюбили профессию всей душой. Так, как любят ее все представители этой удивительной семьи. Татьяна Раевская, Сергей Адушкин, Александр Петров, Республика. В середине июня на частоте 106,7 МГц в селе Красное Читая начнет совещание национального радио. Передачи «Нацрадио» смогут слушать также жители соседних районов – Ядринского, Аликовского, Шумерлинского и в Нижегородской области. А национальное телевидение «Чувашии» появилось и в региональном спутниковом мультиплексе «Орион». Мы стали 28-м по счету телевизионным каналом, включенным в региональный спутниковый мультиплекс на платформе группы компаний «Орион». Для абонентов телекарты национальное телевидение «Чувашии» доступно в пакетах «Стандарт», «Безлимитный» и «Легкий». Европейская часть России, Урал, Сибирь могут смотреть нас с сегодняшнего дня. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чувашии». Редактор субтитров А.Семкин